Я говорю, что словно на плоти, полцы на плоти, я вновь не имею, полцы на прежде всего голову. И от того, насколько быстро уменьшает думать, Эмин Бондарин, который в себе мог. Церемония открытия турнира началась традиционно. Парад участников и судей, гимн, поднятие флага, официальные речи и первый бой. Этот турнир единственный в Забайкальском крае А-класса. То есть победители своих весовых категорий могут рассчитывать на присвоение звания мастера спорта России. Также для сильнейших боксеров приготовлены специальные призы – три золотых и три серебряных перчатки. Для Булата Банданова из Читы участие в турнире закончилось уже после первого боя. Он проиграл по очкам. «Бой получился трудным. Для меня именно, что он оказался лепшой. Ну, неудобно позиционно для меня боксировать. В принципе, своей задачей, думаю, как я справился. Ну, чуть-чуть здесь есть, ну, технически, можно сказать, или тактически, скорее всего, недоработки. Ну, из-за этого, скорее всего, ну, получается, проиграл». Почетным гостем турнира был человек, который стоял у истоков бокса не только в Чите, но и во всей Сибири. Ему недавно исполнилось 80 лет. 50 из них он посвятил боксу. Знаменитый тренер воспитал целую армию спортсменов. Среди них чемпионы и призеры различных советских, российских и международных соревнований. По словам Михаила Перфильевича, раньше боксерские бои были намного жестче. «Раньше было очень много нокаутов. Боксерские перчатки были восьмиунцовые, они очень жесткие, 250 грамм перчатка. Масок не было, никаких кап не было. Тогда боялись каждый пропустить удар, если пропустил удар, упал, не встанешь без посторонней помощи. А сейчас попадает и хоть бы что». «Понятно. А вот как к женскому боксу вы относитесь?» «Категорически против». «А по какой причине?» «Ну, не женское это дело. Женщина должна кататься в коньках, фигурное катание, синхронное плавание». Несмотря на свой возраст, Михаил Перфильевич постоянно присутствует на всех соревнованиях и иногда выступает в качестве судьи. Он является примером для участников турнира, которые настроены только на победу. «Сейчас надеемся выиграть этот турнир, выполнить мастера спорта, то есть не подвести читу, показать себя достоин. «Еще раз, левой рукой играешь, играешь. Понял? Не убивать, не хотите обманывать, обыгрывать. Что ты? Не убивать». Турнир памяти братьев Степановых продлится несколько дней. Финальные бои состоятся 3 декабря. Тогда и станут известны имена чемпионов, которым присвоят звание мастеров спорта России. Марина Кузнецова, Сергей Рычков. Время новостей.